Как добиться успеха и осуществить все свои мечты. Об этом и не только рассказал Игорь Золотарев, бойцам трудового отряда СУЭК в Центре подготовки и развития персонала. В неформальной обстановке он поделился с ребятами принципами и методами воспитания успешного человека, которые он подробно описал в своей книге «Успех как привычка». Наша главная проблема, что мы какие-то ограничения для себя придумываем. Мы думаем, что у меня это не получится, потому что я такой-то или сякой, я до этого не знаю, того не знаю, я родился не в том городе или не в той семье. Это ничего не значит. Это придуманные препятствия, которые мешают людям. И очень часто общество, к сожалению, не способствует разрушению этих барьеров, этих препятствий. И моя, собственно говоря, задача, моя миссия, которую я вижу, это донести до детей, что они в ответе за свое счастье, за свой успех, за развитие. И от них абсолютно все зависит. Добиться можно абсолютно всего, надо верить в себя. Успех, по мнению автора, это реализация мечты, потому что если человек не мечтает, то совершенно невозможно понять, чего же по-настоящему хочет, где же в итоге хочет оказаться. И это главное правило ленинские ребята усвоили на пять. Если ты будешь идти к ниже вот тому, что тебе не нравится, то ты в этом не добьешься успехов. Успехов можно добиться только в том, что тебе его нравится, что тебе его по душе ближе. Если ты достиг этой же цели, надо все дальше стремиться и не останавливаться. Да, не достигнут. В Кузбасс прославленный спортсмен приехал впервые и с нетерпением ждал этой поездки. Ведь среди его знакомых немало выдающихся людей родом из этого региона. Судить о регионе я могу только по детям, потому что с детьми я встречаюсь, с детьми я общаюсь. И это абсолютно потрясающий для меня опыт, невероятный. Дети намного более настоящие. Я просто потрясен этими детьми, потрясен общением, их искренностью, их радушием, их желанием, их тяга к чему-то новому, к тяга к знаниям, тяга к чему-то, что поможет им добиться успеха. Также в Линске-Кузнецком известный спортсмен посетил Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Трамплин». В Центре подготовки и развития персонала прошел учебную тренировку на уникальном тренажере «Виртуальная шахта». А в Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника познакомился с историей города и этапами развития угольной отрасли. Виктория Спицына, Василий Обухов, Ленинск ТВ